Всем привет дорогие друзья, с вами Ломбарди и мы продолжаем прохождение фарминг симулятор на карте мульти мэп. И ребят, у нас собственно тут есть вот такая обновочка, я купил новый RedRunner Plus, также к нему купил бочку и кое-что обнаружил. Данный RedRunner я купил вообще изначально для того, чтобы записывать маршруты на автодрайве. Да ребят, у нас теперь будет автодрайв, но опять же это чуть-чуть попозже, я сам хочу в нем разобраться, уже потом буду вам что-то рассказывать, возможно кто-то знает уже о нем все, я лично о нем не знаю ничего. И вот поэтому я пока за кадром все это делаю, делаю на данный момент сеть маршрута и так далее, и делаю это на RedRunner, поскольку у нас есть длинный автопояс, да, и как бы под него, то есть если проходит эта бочка, то автопояс должен там нормально зайти. Я думаю так, опять же все это за кадром будет чуть-чуть изменяться, чуть-чуть делаться, обучаться уже потом, потом буду рассказывать вам и тем, кто не знает, я думаю будет интересно. Ну, это уже другой момент. Сегодня, ребят, займемся именно патокой. Я наконец-то нашел, ну как нашел, вот эта вот бочка, ребят, вот эта замечательная бочка, давайте на нее посмотрим, где находится она вот тут, в разном, честно я даже не помню откуда она. Короче, вот эта бочка на 50 тысяч литров, и она берет патоку. И я уже подъезжал к данной бочке к триггеру на сахарном заводе, и все работает, ребят. Все было дело в бочке, оказывается. Ну и, собственно, я хочу посмотреть, сколько мы сможем сегодня заработать с патоки. На данный момент на сахарном заводе у нас 71 куб, да, 71 тысяча литров. Поэтому, ребят, я предлагаю нам купить такую же бочку и купить под нее технику, которая все это дело будет возить. Данная бочка вместе с RedRunner'ом уйдет немного в другое русло. Я еще подумаю, куда, но... Точнее, я, наверное, уже даже скорее всего знаю, куда. Но пока промолчу, уже в следующих сериях посмотрите. Так, значит, нам нужен... Нам нужен тягач. Кстати, ребят, по поводу кредита, да. Я тут в кредитах по уши уже 1900 почти, и я еще беру, потому что иначе мне не хватит. Ну, я не знаю, насколько тут кредит. Я надеюсь, что у нас еще как бы есть лимит. Кредит отдадим потом, с ним разберемся потом. Так, мне нужен тягач. И я хочу взять вот данный КамАЗ 5410. У нас как раз он недавно был на обзоре, да. Он реально прикольно прорисован. Неплохая детализация, мне очень нравится. Да, и как бы разбавим, да. А то он на что не тягач, что... Или какой-то американец, да. Или европеец у нас. Вон, да, вроде бы был последний, да. Сейчас я еще Родранер купил за кадром. Но это потом. Значит, что нам доступно тут? Спойлер. Ну, и выбор цвета. Как бы по минимуму. Ну, и хорошо. Я предлагаю перекрасить вот такой зеленый. Я не знаю, мне нравится. У меня почему-то... Вот в детстве, вот если КамАЗ-то, вот я зеленый вот такой видел. Я не знаю почему, ребят. Ну, пусть будет так. Это уже слишком яркий. Вот как раз темненький такой вот, в самый раз. Ну, и давайте. Купим 86 тысяч. Ну, так недешево. Как для КамАЗа. И, собственно, купим данную бочку. И перекрасим ее... Перекрасим ее... Это белый. Ну, вот пусть будет вот такая. Я не против. Темная. Все, отлично. Купили все это дело. И у нас с вами 23 тысячи еще осталось. Да? КамАЗ реально прикольно проработал. Он у нас был недавно на обзоре. Так что, кому интересно, можете зайти и посмотреть. Ссылочка будет в правом углу. Вот если я только не забуду, ребят. Потому что вот реально, читая подсказки, расставляю не очень правильно. Ладно. Я предлагаю махнуть сейчас на сахарный завод. Да? И посмотреть, в принципе, сколько мы сможем поднять с патоки. Да? Я так понимаю, что не слишком много. Давайте, в принципе, посмотрим, что у нас вообще по цене на патоку. И она у нас. И она у нас. Где она у нас? Вот, патока. А, не, ребят, так и неплохо. Две тысячи за тонну. Блин, не, нормальные бабки, слушайте. Нормальные бабки. А я боялся, да. Вот мы бы там оставили еще нормально денег. Если бы, если бы я не наткнулся на эту бочку. Наткнулся, я же говорю, на нее чисто случайно. Ну, ладно. Эта бочка также, точнее, та блестящая у нас будет еще немного в другом месте работать. Но это ладно. Я не буду сейчас, опять же, ребят, записывать маршрут, ну, по автодрайву на сам сахарный завод. Во-первых, он уже есть. Есть. Я просто спрятал триггеры. Да и они, в принципе, особо не нужны, чтобы на них постоянно смотреть. На данный момент просто забудем про автодрайв, пока его нет. Нету, пока я с ним полностью не разберусь, пока я не поставлю все нам нужные точки и пока я за кадром все это дело не проверю. Проверю уже, тогда будем о чем-то разговаривать. Ну, да, правда, КАМАЗ маленько виляет. Ну, ладно, ладно. Опять же, пойдет по маршруту и пойдет он себе уже там ровненько. Так. Меня больше всего интересует выхлоп спатоки. Да, спатоки мы можем с вами заработать 2200, да, вроде бы там, да. Да, 2200 за тонну литров, поэтому это неплохие деньги. На данный момент мы с вами поднимем, да, около сотни. У нас бочка на 50, и там у нас доступно. Короче, реально классные бабки. Плюс ко всему, по поводу кредита, ребят. Сейчас реально, сейчас еще больше возьмем кредит. Я не знаю, опять же, есть ли тут какое-то ограничение по кредиту, но я надеюсь, что нет. Вольемся в еще одно дело, вот, ну, да, у нас есть сахарный завод, топливный завод. И у нас будет еще кое-что, я пока молчу, опять же, это уже, скорее всего, в следующей серии. Запустим новое производство. И уже тогда, тогда начнем отдавать долги. То есть у нас будет идти прибыль сразу с сахарного завода, да, то есть мы сможем продавать патоку. Мы сможем продавать сахар. Мы сможем продавать, как он называется? Это, господи, моносмесь. Хотя там бабки небольшие, но все же, да, то есть ее продадим еще. Также топливный завод нам будет давать дизель, который мы тоже будем продавать. И что у нас там еще? А, ну и в принципе у нас будет третье производство, если мы тоже будем иметь два. Сразу два продукта мы оттуда будем продавать. И в принципе тогда уже будем раздавать долги. По поводу того, что с триггером. Смотрите, триггер тут реально есть, просто все было дело в бочке. Ну и вот, собственно, ребята, вот видите, начать заполнение. То есть все работает, все отлично. Поэтому начинаем заполнение патоки. И патока у нас дается в логистическом центре, да, как мы с вами посмотрели. Да, давайте метку я поставлю, пусть горит на всякий случай. И сейчас поедем туда, поднимем денег. Так что все у нас будет тип-топ. Поэтому, ребята, я же говорю, сразу запускаем несколько производств. Я раздаю долги, да. Поэтому все будет классно. Я, по крайней мере, надеюсь. Я надеюсь, что нам еще хватит кредита на следующее производство наше, да. И хватит еще на технику. Ну, то есть надо купить производство и надо купить еще технику. Ну, блин, не знаю. Ну, КАМАЗ реально, реально прикольный. Реально такой. Ну, я не знаю, мне нравится. И проработан он красиво. И все, и весь он такой. Ну, блин. Я не знаю, я кайф от него ловлю. Ну, это, конечно, не Урал, да. Как многие могут заметить, я не знаю, меня почему-то на Урал этот, ну, прям повело. Нравится мне, ну. Это уже дело второе. Так, ну, и нам надо с вами на этот... На логистический центр ехать. В принципе, сейчас доедем. Блин, вот чуть-чуть мне не нравится управление в КАМАЗе. Чуть-чуть. И почему-то вот то, что он нагружен, я совсем не чувствую. Ну, прям совсем. Ну, ладно. Опять же, на логистический центр, значит, нам сюда. Вот тут вот главное не перевернуться, потому что я любитель. Поедем сюда. Короче, по поводу заработков и кредитов, ребят. Я же говорю, окупимся уже, начиная с третьего производства. Я бы еще, конечно, купил бы еще где-то рядышком там поле с тем производством. Но, опять же, это посмотрим. Кстати, в дальнейшем, ребят, я планирую саму базу расширить. Расширить, потому что техники у нас будет еще больше. Да, у нас, грубо говоря, вот уже добавился КАМАЗ. Родранер, да, есть. И еще, наверное... Ну, еще один тягач точно будет, ребят. Плюс еще будет техника. Короче, поэтому, да, будем как-то расширяться. Я еще не знаю, как... Точнее, я знаю, как. Но я не знаю, как это все дело получится. И, опять же, там будет строительство, да. То есть, ну, вот как мы строили в совхоз Росфете свою ферму, да. Тут мы будем, опять же, строить, ну, отдельно уже базу. И там реально я хочу сделать так, чтобы там реально были одни тягачи. Потому что тягачей у нас много будет. И вот там вот большинство тягачей будет там. Наверное, даже все какое большинство. Все тягачи вывезем туда. И уже у них будет там отстойник большой. Плюс, возможно, какую-то мелкую технику. Там какие-то КамАЗы, Уралы. То есть, уехал туда. Хотя, вряд ли нам, в принципе, для них хватает места и тут на ферме. Блин, мне интересно, он на автодрайве тоже так же будет ехать весело в поворотах. Хотя нет, там вроде бы нормально тормозит. Ну, да ладно. Так, выгружаем нашу патку. Значит, у нас 23 тысячи, да? Ну, и сейчас, собственно, давайте все это дело выгружать. Вот, ну, конечно, не очень реалистично на этой карте, да? То есть, логистические центры мы куда-то там сливаем. И дизель сюда сдается, и вот патка, да? Ну, блин, не знаю. Ну, ладно, пусть будет так, как говорится. Не, ну, деньги с патки капают, ну, блин, мне нравятся. Хорошие деньги, ребят, и реально, вы прикиньте просто, если бы я чисто случайно на эту бочку не наткнулся, то, то, ребята, то имели бы мы с вами большие проблемы. Ну, не проблемы, да, просто патка была бы постоянно забита, и мы бы не смогли ее продать. Ну, ладно, ладно, это уже дело такое. Так, ну и сколько мы получим? 107, грубо говоря, 107 тысяч, ребят. Ну, реально нормальные бабки. Так можно работать. Кстати, по поводу техники, да, вся разбросана где, как сейчас. Пока будет так вот, пока не настрою полностью автодрайв, оно будет пока что временно вот все в таком состоянии. То есть, и скорее всего, ну, это займет, займет буквально пару серий. Я так думаю, я очень на это надеюсь. Заработная оплата, это кому? Ну, ладно, не знаю кому, кому-то что-то тут я отдал. Ну, ладно. В принципе, ребят, 107 тысяч, и это реально, это реально и много, и прикольно, и, блин, на патоке можно тоже поднять денег. Поэтому, ребята, я как бы и планирую, да, то есть взять еще больше кредит, еще третье производство, и все у нас, как говорится, в ажуре уже с третьего производства мы начнем отдавать деньги. Я же говорю сразу, сахарный завод, топливный завод нам будет приносить прибыль, и еще третье производство, но о нем уже в следующей серии. Ну, а с вами был Ломбарди. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и до новых встреч.